Зеленые полномочия. Вот на все такого рода вопросы просто мы никогда тогда отсюда не уйдем. Если бы вы и Италии, вы и Италии и так далее. У меня есть полномочия и есть та ситуация, которая сейчас есть. У нас есть Особая охранительная природная территория. И правильно вы говорите, она создана именно для того, чтобы поддержать экологическую ситуацию, в том числе не только в районе, а в городе. Потому что мы являемся, наш природный заказник Северный является в этом плане для города уникальным объектом. Кто-то из вас, может быть, присутствовал на встрече, которая была около месяца назад, около Северянина, да? Когда у нас тоже был взрыв про то, что вырубаются деревья, мы туда ходили. Первый раз за много-много лет, а старожилы, говорят, десятилетий, у нас начались работы, потому что бы убрать оттуда сухостой, вытащить оттуда деревья, которые уже повалились, которые не туда приходили. Десятилетий, если никто ничего не делал, когда начали делать, у людей вызывает это возмущение. А почему они в одном месте чистят, а сюда ставят? А другую, а другую, а другую. А другую, а другую, а другую. Дайди, у меня фотографии есть. Нет, у нас привозят. Вам это перекидло, а мусорка была, почистили. Вам по высоте, у нас сейчас, я забыл. Да, мы ищем в ту территорию. Да, горы, вот это. Да, все видели, все видели, есть представители жилища. Еще раз, конкретный факт, куда-то вы. Откуда, куда, кто вывозит? Куда? Стоп, уже не слышим, стоп. Стоп, стоп. Потише, 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 потише. Так и нет, я хотела уточнить. Я ничего не слышу. Вот пока нибудь молчим, я ничего не слышу. Я правда. Товарищи, потише, потише. Прямо замолкаем и руку поднимаем. Я же держу. Я хотела уточнить. Нет тишины, нет тишины, нет. Иначе сейчас выигрывали. Спасибо, давай. Я хотела уточнить. Я хочу сказать, что запрос надо посылать в архив поселкового совета. Когда он был упразднен, все документы были переданы в архив. И вы, как и государственная организация, имеете право запрос туда сделать. Любые предложения такого плана принимаются? Мы уже с вами договорились, что мы делаем запрос в серверно-напроводную станцию. Давайте сделаем запрос в архив. Принимается. Принимается. Мы получали участки в 59-м году. Есть человек, который вообще еще раньше, в 59-м. Вы получали участки, вам что-то давали, но вспомните, вам что-то. У нас был план даже этих участков. Вам бумагу давали, вы где-то расписывались. Как это происходило? Родители все страшили. Вот Зинаида Алексеевна, вы самая старейшая. Так, рассказывайте. Вот, пожалуйста. Я приехала сюда 20 лет, мне было 20 лет. Участки уже эти были. С 52-го года. Они уже года 4, наверное, это могут быть. Да, с 52-го. Подожди. Больше, может быть, даже, может быть, 5 лет прошло, когда я приехала. А сейчас мне 82 года. Я 60 лет прожила на этом... Вам? Вот как произошло? Кто вам давал участки? Участки давали мужу. Он работал на Северной водопроводной станции, и он отработал 58 лет. Понятно. Вот сам механизм. Мне просто интересно. Сам механизм. То есть, ну, допустим, там... Ну, как звали мужа вашего? Ну, мы звали Алексей Федорович. Алексей Федорович. Мы начальник. Алексей Федорович. Вот это... Теперь твой участок. Что это было? Вот просто вам... Документы какие-нибудь были? Нет. Все... Вам дали какую-то бумагу. Вы где-то расписали. Нет. Ничего не давали. Просто пришли, как он мне рассказывал, пришли, собрали весь народ. Вот то, что здесь проживало в этом доме. И разделили эти участки. Тогда в квартире жило две семьи. На каждой семью давался участок. Потом стали выселять из этого дома семьи. Потому что улучшалось жилье. Стали хрустовки строить. Вот. Их стали выселять. И эта земля принадлежала уже одной квартире. То было два участка на каждой из семьи. А потом стало на одну семью два участка принадлежать. Переходило все. Вот. Но ничего не давали. Ничего. И эти участки были загорожены. Они были загорожены. Государственным забором. Северной водопроводной станцией. Государственным забором были установлены. Вот такие маленькие столбики цементные. Изгородь была. И кругом все было загорожено. Оно было по-настоящему наделено нашим работникам. Услышала. То есть механизма, что вам кто-то что-то дал, никто не вспомнил. У другой, да? Нет. Второй вопрос вот к вам. Кто-нибудь когда-нибудь пытался узаконить этот участок? Пытался обратить к нам? Нет. Обратить. Обратить. Давайте кто-то один. Кто ходил когда-нибудь? Пожалуйста, расскажите куда ходили. Мы ходили по совету. Ну по совету вот здесь на поселке. Туда ходили. Пытались. Там говорят домовая книга есть. На каждую квартиру в один участок. Вот. Мы вот здесь жили. Мы можем взять выписки архивные из домовой книги. Никаких заступов не давали. Просто занесено в домовую книгу. Вот такая квартира имеет там какой-то участок. Все. Это домовая книга потом куда-то ушла или в архив или куда-то еще. Нам никто ничего не ведал. Ну за столько лет нам никто ничего не предъявлял. Понимаете? Ну смотрите. Ну вы же все с вами. Поймите. Был период. Был период советского союза. У меня отец военнослужащий. В свое время когда перестройка началась, военнослужащие точно так же начали поделять земельные участки. Вот у нас поле по которому я девочкой бегала около пруда. Тоже сказали. Вот наши пятиэтажки. Всем военнослужащим давайте разделим. Точно так же там части делили. В части делили участки. Но нет такой истории что части поделили. Мы туда заехали каждый ведет свое хозяйство и потом мы не оформили. Мы потом все потихонечку. В двухтысячных началось оформление земельных. Сначала в стахов варианте на бумажке. И мы дошли все до истории того что у нас сейчас есть свидетельства. У нас есть земельные договора. Все есть. Вы же тоже смотрите телевизор. Вы понимаете что время меняется. Эпоха меняется. Теперь созданы вот такие органы которые должны закреплять ваше право владения. Мы пытались украинка. Климов. Климов. К нему ходили. Климов был. Он сказал. Сидите. Никто вас не трогает. Сидите и не рыпайте. Все. Сидите. И сам Ольгин нам еще. В 90-е годы. Не трогайте вы на. Значит смотрите. Это 90-е годы. На рекам Могородика. Поэтому все слышим? Да давайте вопрос решим. Поэтому есть какие то документы. Надо их просто найти. Да. Слышал. У нас органы, которые узаканивают участки, департамент имущества на текущий момент. Тогда это было Москомзем, если мы говорим о начале 2000-х. Давайте, про какой период мы говорим. Пишем Киренкину в 2007 году. В 2007 году... Он пишет мне, подожди, я указал. Он мне пишет, что землят Московской службы. Давайте мне указать мне указательную службу, пожалуйста, делаем документы, которые наши участки за каналом. Посмотрели бы на нас. Что здесь, молодежь, что ли? А мы сейчас про московскую улыбку не говорим. Кстати, товарищи, очень важный пункт. У того, у кого участки за границей Московской области, к сожалению, это вас еще поссорит, возможно, как соседей. То есть граница у нас проходит ровно... Вот смотрите, если мы по одной... Вот у кого красный такой дом? Ваш, нет? Вот. Вот ваш красный дом как раз это граница Московской области. И эта линейка, которая... Вот ваша линейка, это Московская область и ООПТ это не входит, потому что ООПТ установлен только в границе Москвы. Спасибо. А через дорогу, получается, Москва, она уже ООПТ. И про ваш участок я сейчас не говорю, я не руководитель Московской области. Вот пока таким образом. То есть мы не говорим сейчас про Московскую область, но тем не менее с коллегами мы, наверное, свяжемся, потому что у вас, допустим, есть шанс что-то еще узаконить, пока вы ни в какой не особо охране природной территории. А до какой дороги, объясните, пожалуйста. Да это там стоит ограничитель Московской области. Смотрите, я просто сейчас все не увидят, да, если мы говорим, ну поймете, наверное, так, 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 сейчас я себе переверну. Вот мы говорим про вот эту вот линию, вот эта линия как раз выделит на этой территории Московской области. Вот. Как вас зовут? Как зовут? Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, вот где-то же близительно вот здесь стоит, вот где-то где-то. О, то все, кто по его линии здесь, это тоже Московская область. Вот это вот часть, кто тебя видит. А мы в Москве? Значит, давайте так. Московскую область оставляешь? Да, можно. Давайте один важный момент закрепим. Вы только не делай, понимаете, тут, как говорится, нехорошие дела, что мы обратимся в Московскую область и вас все равно... Нет, наоборот. Может быть, наоборот, может быть, вы за это время, вы же тоже не опорнились. Может, у вас есть шансы, чтобы вы пошли и опорнились. Давайте один важный момент закрепим. Здесь мусорки нету. Еще раз, вот чтобы вы понимали, да, что я не пришла тут как дракон рассказать вам, что я вас в итоге всех сожру. Я вам хочу пояснить еще один важный момент. Если будет хоть какой-то шанс, если будет хоть какой-то шанс, если мы какие-то архивные эти выписки нам что-то дадут. Если мы что-то найдем в северо-нодопроводной станции, мы за это будем цепляться до последнего, вам обещают. Значит, поэтому наша сейчас задача с вами на ближайшую перспективу, как мы сегодня поговорим, перепишемся, да, у кого вот... Дальше мы будем делать с вами схему. Схему, кто здесь Мария Петровна, тут Николай Николаевич, участок такой-то, мы все отрисуемся, чтобы мы понимали, что нам сейчас нельзя подавать на самострой вот этот участок, потому что это Мария Петровна, мы с ней пока работаем, мы ждем каких-то выписок. Мы должны вот эту дорожную карту составить. Стоп, и правильно, мы пока, пока мы не получим ответы из архивов из северо-нодопроводной станции, мы дальнейшие шаги пока делать не будем, мы будем идти постепенно. И наша задача, говорю, не просто вот мы, мы просто, я как руководитель района, да, не с вами жить, не с вами работать, я сюда поставлена только для того, чтобы отставить ваши интересы. И, но я работаю как исполнительная власть в правовом поле, у меня есть постановление, на меня точно так же приходит штраф, и теперь, что у меня территория в ненадлежащем состоянии упирает. Поэтому, за той стороны, я заинтересовалась, по-моему, странный правительство, это вот мне с вами здесь работать и ваши глаза смотреть. Если будет хоть какой-то шанс что-то продлить, оставить, пересмотреть, мы за это будем бороться. Скажи мне, пожалуйста, можно взять этот участок, если у меня узаконен? Что? Если у меня участок узаконен, можно мне его здесь оставить? Ну, конечно. Ну, так если мы дойдем к этому подтверждению, если вы у себя покопаетесь на нем. Хорошо, вы меня оставляете здесь, да? Мы пойдем, вот, значит, смотрите, есть такой пункт, вот, в нашей... Смотрите, за что я хочу зацепиться, допустим, мы хотим оформить в арест. Я хочу узнать, если у меня все узаконено, вы меня здесь оставляете? Конечно, Самарина, я оставляю. Но я буду жить в этом плане. Я не оставляю такой человек, который принимает окончательное решение. Я Винтик, но мы с вами можем здесь, в этом случае, если мы находим какие-то документы, попытаться опинировать на пункт, который, значит, определяет, что нам можно, что нельзя. У нас есть пункт, где разрешается, разрешается. Тише. Будем потом переспрашивать. Содержание эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Он может быть не очень корректный в части того, что в содержании зданий, существующих зданий, строений, сооружений, объектов только инженерно-транспортной инфраструктуры. Все здания, которые остаются в инженерно-транспортной. Либо все-таки мы можем как-то это трактовать. Ну, посмотрим. Опять же, мы работаем не только на районном уровне. Этот вопрос на контроль у префекта. Префект собирал все заинтересованные службы на прошлой неделе, для того, чтобы понять, как нам в этой ситуации действовать. С тем же самым департаментом природопользования мы точно так же будем встречаться на площадке у префекта, для того, чтобы сказать, вот, ребят, у нас вот такая сложная ситуация. Что можно сделать? Что можно сделать? Я не могу вам сейчас пообещать, что у нас хороший путь, мы сейчас чего-то добьемся. Я вам могу пообещать только то, что если будут хоть какие-то шансы что-то изменить, поправить, что-то с границами, найти какие-то ваши документы, мы это сделаем. Если у нас не получится, вы не должны просто обольщаться на тот предмет, что все нам пообещали, что наши земельные участки оставят, нам, значит, все оформят и так далее. К сожалению, этого вам никто не помещает. Пока мы с вами в истории того, что этого ничего не должно быть. Нет, нет, существующий, существующий у нас с вами, уже закрепленный постановлением правительства, статус, территории, где нельзя, ничего вот этого вообще. Они у кого-то отверстили. Ну что вы письмо получили? Вы собрание жителей провели? Нет. Да ничего не было. Вы специалист подготовили, Собяину посулили вот так документы, он не знает, черканул. Так мы наобиджим Собяину. Причем, да, на карте есть дома. Все видели, фотографировали. Еще раз повторяю. Еще раз повторяю. Не услышали, наверное. На этапе, когда готовилось постановление, согласовывалось между всеми ведомствами, когда выпускается постановление правительства Москвы. Оно проходит... Ну да. Когда вот это все проходило? Я услышала вопрос, я на него отвечаю, а вы не хотите его дослушать, мой ответ. Значит, когда проходит постановление правительства Москвы, оно проходит полный круг согласований. Когда пришло на согласование, это было как раз где-то период пандемии, на уровень префектуры, не префекта. Я докладывала, делала служебную записку, делали на коптер и пролет, показывали, что здесь существующее строение, писали про социальную напряженность. Префект докладывал это дальше. Префект докладывал это дальше. К сожалению, опять мы уперлись в одну и ту же историю. Проверка всей документации, а есть ли там какие-то законные основания? Нет. Понимаете?